Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус. На своих экранах вы видите очередной выпуск эволюции Battlefield, который благодаря неделе снайпера посвящен китайской полуавтоматической снайперской винтовке QBU-88. Впервые эта снайперская винтовка появилась Battlefield 2. В те далекие времена QBU-88 являлась стандартной винтовкой китайского снайпера. Открыть эту винтовку для других сторон конфликта нельзя. Винтовка по своим характеристикам была идентична Мековскому СВД, отличалась лишь скорость перезарядки. QBU-88 перезаряжается за 4 секунды, а это на секунду быстрее, чем российский аналог. В Battlefield 2 QBU-88 убивал с трех попаданий в тушку, а если класс обладал бронежилетом, то для убийства требовалось 4 попадания. А если вы попали в голову, то было достаточно одной пули для убийства противника. В целом QBU-88 был хорошим вариантом для коротких и средних дистанций, а вот на дальних был плохо из-за низкой кратности установленного прицела. В эру фростбайта QBU-88 перешел практически без изменений. Как и во многом Bad Company 1 является очень архаичным Battlefield. Можно сказать, что первый Bad Company был последним классическим Battlefield. QBU-88, так же как и в Battlefield 2, убивает с трех выстрелов в тушку и с одного выстрела в голову. Но из-за уменьшения масштаба в QBU-88 стал более гибким и эффективным. Также значительно был увеличен темп стрельбы с 200 до 300 выстрелов в минуту, что сделало QBU более опасным противником винтовок со скользящим затвором. И в отличие от других винтовок, QBU-88 открывался не с помощью очка анлока, а с помощью кода, или же вы могли предзаказать игру и получить эту винтовку. По моему мнению, эта винтовка была одной из лучших в первом Bad Company и по эффективности проигрывала, наверное, только VSS, который открывался при достижении последнего ранга. Bad Company 2 стала переломной игрой, которая изменила абсолютно все. QBU-88 на сей раз стал более слабым. Урон снизили с 45 до 39, а также появился минимальный урон в 28 единиц, который винтовка наносит на дистанцию от 70 метров. Помимо снижения урона был снижен темп стрельбы с 300 до 260 выстрелов в минуту. На мой взгляд, такое изменение сделало стрельбу более приятной, а контроль отдачи более легким. Но главное, что нам подарил Bad Company 2, это кастомизация, которая была в новинку для серии игр Battlefield. Для QBU-88 были доступны три прицела – Кобра, Акок и 12-кратный прицел, а также Магнум Патроны, которые увеличивали урон на 25%. К сожалению, из-за появления минимального урона и отказа от ваншотов на дистанции, QBU-88 стал ближе к истокам и стал приятной винтовкой для коротких и средних дистанций. В Battlefield 3 уже не было QBU-88, но эта несправедливость была исправлена при выходе дополнения Back to Carcant, в состав которого вошел этот ветеран. Тут QBU-88 пережил ряд очередных изменений. Первое – это увеличение урона. Максимальный урон был увеличен с 39 до 50, а минимальный – с 28 до 37. Второе изменение – это появление более гибкой системы кастомизации, которая подарила нам более глубокий инструментарий для создания винтовок под разные ситуации. Например, мы можем установить глушитель или ЛЦУ для уменьшения разброса при стрельбе от бедра. Третье изменение – это различие характеристик буллпапов и винтовок с классической компоновкой. Буллпапы в Battlefield 3 обладают более низким разбросом при стрельбе от бедра. Минусами этого варианта можно считать магазин на 10 патронов и низкий темп стрельбы в 260 выстрелов в минуту. Данная винтовка по этим параметрам проигрывает СКСу или М417. Но даже несмотря на это, с этой винтовкой очень удобно бегать на коротких и средних дистанциях. Battlefield 4 вновь нам подарил странные изменения класса ДМР. Опять Кьюбиоу-88 пережил изменение урона, теперь он составляет 43.34, но был серьезно увеличен темп стрельбы, который теперь составил 310 выстрелов в минуту. Плюс была увеличена скорость полета пули с 550 до 670 метров в секунду. Благодаря этим двум факторам Кьюбиоу-88 попала в тройку лучших винтовок ДМР, которые есть в Battlefield 4. Винтовка очень вариативна. Она эффективна в ближнем бою из-за компоновки буллпап и высокого темпа стрельбы, а на дальних дистанциях из-за очень высокой скорости полета пули. Но, к сожалению, остался один главный минус из Battlefield 3 – это магазин на 10 патронов. Будет ли Кьюбиоу-88 в следующих играх серии – пока неизвестно, но можно смело заявить, что Кьюбиоу-88 – легендарная винтовка для серии игр Battlefield. Она появлялась во всех играх Battlefield, которые были посвящены современной войне. А это редкость для дайсов. Не могу назвать другую винтовку, которая проходила такой же долгий путь и появлялась во всех основных частях данного франчайза. Но, думаю, на этом все, дорогие друзья. Напишите в комментариях, какой вариант Кьюбиоу-88 предпочитаете вы, что вы хотите увидеть в следующих выпусках эволюции Battlefield, а также вы можете подписаться, поставить лайк, сделать репост, посмотреть предыдущие видеоролики. Но увидимся на поле боя. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok